Сложно-сочиненное предложение с противительными союзами. Это такое сложное предложение, в котором два и более простых предложения связаны противительными союзами и интонацией. Противительные союзы. А, но. Да, в значении но. Зато. Однако, в значении но. Не только, но и. Значение противительных союзов выражается не то, а это. Противительные союзы определяют следующие смысловые отношения. Сопоставление явлений. Например, еще земли печален вид, а воздух уж весною дышит. Противопоставление явлений. Например, вечером он собирался в Мурманск, но проклятая пурга спутала все расчеты. Между частями сложно-сочиненного предложения всегда ставится запятая перед одиночными противительными союзами. А, но, да, в значении но. Зато, однако, в значении но. Например, солнце село, но в лесу еще светло. Учение свет, а не учение тьма. Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. Перестрелка затихла, однако ядра и бомбы продолжают летать. Федя никогда не плакал, зато находила на него временами дикое упрямство. А также перед второй частью двойного союза не только, но и. Например, не только дети любят компьютерные игры, но и взрослые часто увлекаются ими. Запятая перед союзом «да» в сложно-починенном предложении не ставится, если он употреблен в значении союза «и». При этом имеется общий второстепенный член или водное слово или частица. Например, мы были одни, только воробьи возились кругом, да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни. Запятая перед союзом «да» в сложно-сочиненном предложении ставится, если он употреблен в значении союза «но». Например, они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. Необходимо отличать противительные союзы от их грамматических амонимов. Например, соединительный союз «да» в значении «но». Духом-то я уже давно смирился, да голове моей все еще не хотелось нагнуться. Слово «однако» выполняет функцию вводного слова. Например, надо ж «однако» сказать несколько слов о самом санине. Или междометие. Например, «однако же» и вытерпел. Субтитры создавал DimaTorzok